Куда отправятся на выходные или даже в полноценный отпуск? Столичные жители выбирают направление для отдыха внутри страны. В Тульской области завершились Дни Москвы. Местные жители отмечают, что четверо из пяти туристов – гости из столицы. Гульнара Солдатова решила узнать, что так сильно притягивает москвичей. Село Себино очень маленькое, но поток туристов сюда исчисляется десятками тысяч. Всё из-за того, что это место – родина святой блаженной старицы Матроны Московской. Она родилась даже без разреза для глаз. У неё были плотно сросшиеся веки. А в 17 лет – вот ущиха, то есть физически незрячая была. Кому первому неизвестно, помогла. В чём помощь – неизвестно. Но очень быстро по округе разнеслась вещь, что слепая девочка у Митики Никонова может помочь. И немощь и скорби – это многоликое такое чудовище. Но она никому никогда не отказала. И вот молилась, 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 молилась. И жила здесь вот до вынужденного отъезда. Матрона вынуждена была скрываться от гонений советской власти в Москве. Просящие приходили к ней тайно. С 2004-го её причислили к общецерковному лику святых. Поток паломников сразу вырос. Просят женихов, здоровья, детей. Служащие Свято-Успенского храма в Себино рассказывают, что в купеле, в которой крестили саму Матрону, теперь крестят малышей и семейные пары, которым врачи ставили диагноз «бесплодие». Ещё одно место притяжения верующих в Тульской области – Никольский собор в Епифане. Внутри пахнет полем, от травы на полу праздновали Троицу. Во внешнем виде петербуржцы узнают Исаакиевский собор. И все удивляются размером. За это нужно сказать спасибо купцам. Средств на строительство не пожалели. Как жили сами мещане в 19 веке, можно узнать здесь же, в Епифане, в музее купца Байбакова. На территории есть баня, правда, попариться постояльцам не предлагают, а вот пожить в ней можно. Это гостиница. Правда, заглянуть сейчас внутрь мы не можем, там есть постояльцы. Стоимость номера – полторы тысячи рублей, а снять всю баню можно за две с половиной. Ещё один популярный вариант у туристов – палатка рядом с Куликовым полем на берегу Дона. Здесь он сливается с рекой Непрядва. До места знаменитого побоища 1380 года рукой подать. Бескрайние просторы безмолвны, поэтому о ходе битвы и расположении войск рассказывают экскурсоводы и наглядное панно. Вечером 7 сентября, то есть накануне сражения русские войска находятся в поле. Они отдыхают, они молятся перед сражением. Сюда, вот на это место, на Красный холм, выходят ордынцы. Вот здесь разбивается их большой базовый лагерь. Здесь огромное количество животных, здесь лошади, здесь верблюды. Вот, и ордынцы на следующее утро, рано очень, они начинают выдвигаться по разведанным, сторожими их разведанными отрядами тропам, они выдвигаются в сторону нынешней деревни Хворостянка. Фигура Мамая на панно, кстати, наполирована. От того, что именно на это место все присаживаются, чтобы сфотографироваться. Напротив, новейший музей, словно вросший в холм. Первым делом посетителей тянет взобраться наверх. Издалека кажется, что смотровая площадка огромная, на самом деле она небольшая, зато уютная. И самое главное, что с ней открывается вид на главный экспонат – Куликово поле. Этот музейный комплекс официально еще не открылся. После доработок обещают сплошной интерактив. Пока же дважды в день в 11 и 14 часов в знак начала и окончания Куликовской битвы поле заливает колокольный звон. Гульнара Солдатова Егор Ефремов, Сергей Андрощук, Москва, 24, Тульская область.